Слава Богу, братья и сестры! Мы приходим сюда для того, чтобы нам учиться Слово Божьего, чтобы нам что-то почерпнуть из Слова Божьего, чтобы нам иметь открытое сердце, чтобы услышать то, что сегодня Слово Божье хочет нам сказать, что Бог хочет сказать нам через Своё Слово. Я прочитаю это Матфея, 7 глава, 24 стиха, прочитаю Слово Иисуса Христа. «Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. «А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Такое слово в Священном Писании, пример такой привел Иисус Христос, и говорит, что мы подобны этим двум человекам. Вот мы здесь, находящиеся в этом зале, мы все относимся к одному или к другому состоянию, к одной или другой категории людей. Одни слушают Слово и другие, да? И те, и те слушают Слово Божие. Но Иисус Христос говорил, что есть большая разница в том, как мы слушаем. Говорит, что слушающий и исполняющий, то есть принимающий к себе, он подобен человеку, который имеет твердые основания в своей жизни. Он имеет основания. И это основание, оно не на песке, оно на камне, оно углубленное, оно есть твердое основание. И тогда, когда приходят штормы, приходят трудности в жизни, приходят всякие обстоятельства, приходят бедствия, приходят неожиданные ситуации в жизни, мы оказываемся твердыми в своем уповании. Почему? Наше основание на камне, наше основание на камне, на Иисусе Христе. Но есть и другие люди, другая категория из нас, сидящих здесь, которые слушают Слово Божье, но не принимают его верою или не принимают к себе. Моя думает, это не ко мне, это к другому брату относится, к сестре, может, еще кому-то. Это два состояния, это две жизни. Это две жизни в церкви, это две жизни, это два основания, это два направления жизни. Одно, есть тот, который слушает Слово Божье, приходит в Дом Божий, который читает Слово Божье, вникает его, берут его к себе, исполняют, и на этом строится ихняя вера, утверждается. Братья и сестры, я хотел бы сегодня, чтобы мы проверили себя, я буду говорить еще из другого места Священного Писания, именно евреям, где мы уже слышали сегодня, но я хотел бы поговорить об очень таком, уже известном, очень много раз его читали это место Священного Писания, 11 глава евреям, да, вы все ее знаете, многие даже наизусть, о чем здесь пишется, что вера есть, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера. Насколько же важна вера в нашей жизни? И другое определение веры, это вера, это доверчивое, уверенность в том, на что мы надеемся, доверчивая уверенность в том, на что мы надеемся, и убеждены в реальности вещей, которых еще не видим. Это вера. Мы убеждены в реальности вещей, которые еще не видим сейчас. Вот это и есть вера. Это доверие, доверчивая уверенность в том, что мы надеемся, и убеждены в реальности вещей, которых мы еще не видим. Это и есть вера. И эта глава 11, она повествует нам очень много о мужах веры, о том, как они стояли, как они проходили жизнь. Но для того, чтобы понять больше именно веру, давайте прочитаем с 10 главы, с 35 стишка. Перед этим апостол пишет такие слова. Итак, не оставляйте упование вашего, упование и вера – это близкие, да? Упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Это опять-таки говорится о вере. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же, не искалеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Слава Богу! Это место Священного Писания, оно очень ясно и конкретно говорит о нашем хождении перед Богом, о том уповании, которое каждый из нас должен иметь. И здесь я хотел бы обратить внимание на один стих, это 38-й. «Праведный верою жив будет». Праведный верою жив будет. Праведный человек, он живет верою. И этот стихок «Праведный верою жив будет», он взят из пророка Аввакума. Пророк Аввакума об этом говорит. И апостолы обращались к этому месту неоднократно. Апостол Павел и в римлянам послания, он употребляет это место, говоря об оправдании через веру. И послание к Галатам о свободе Христовой через веру. И здесь я хотел бы наше внимание именно обратить на место Священного Писания, где Аввакум пишет, у него всего несколько глав. И здесь этот пророк Аввакум, он жил в Израиле в очень трудное время. Очень тяжелое время, когда народ отступил от Бога, когда они поступали беззаконно, когда они жили, как хотели. И этот пророк мучился и говорит, «Господи, я взываю, а Ты вроде бы как не отвечаешь. Я к Тебе обращаюсь, но не слышу ответа». И здесь он говорит с первой главы, пророческое слово, «Доколе, Господи, я буду взывать, а Ты не слышишь? Буду вопиять Тебе о насилии, а Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство, насилие предо мною?» Восстает вражда, поднимается раздор. И здесь он как бы обращается к Богу с такой плачевной молитвой, говорит, «Господи, я живу вот среди такого общества, а Ты как вроде бы бездействуешь, как вроде бы не отвечаешь, как вроде бы не слышно и не видно того, что Ты это видишь или замечаешь». Это переживал этот пророк Божий Аввакум, который обращался к Богу и говорит, что вот это все окружает нас, братья и сестры. Это похоже на то, что сейчас происходит в мире. Это эти обстоятельства, которые переживал пророк Аввакум, они очень сходны с обстоятельствами, в которых мы живем. Сколько насилия, сколько злодейства, сколько вражды, сколько происходит всякого, когда мы услышим о новостях, они всегда очень плохие. Мы видим, что время очень трудное, и вроде бы как Бог молчит, вроде бы как не отвечает, вроде бы как Богу, как сказать, безразлично, что все это происходит. Но Бог ответил ему, Бог отвечал, хотя, говорит, этого незаметно, но там уже начинает совершаться. Говорит, уже я призвал на эту землю бедствие, уже оно у порога стоит, и, говорит, уже скоро-скоро совершится это бедствие. Хотя в глазах Аввакум этого не видел, но Бог говорит, я вижу и наблюдаю за всем этим, и уже в моем плане оно совершается. Братья и сестры, и пророк этот, он об этом дальше говорит, Бог, посмотрите между народами, внимательно взгляните, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали, ибо вот я подыму халдеев, народ жестокий, и здесь он дальше перечисляет, о том, что уже готово для этого народа, который живет так беспечно. И пророк, когда он услышал это, что он делает? Говорит, на стражу я стал мою. Я иду в мою башню. Говорит, на стражу мою стал я, и стою я на башне, наблюдать, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Этот пророк Божий, видя вот это все обстоятельства, видя вот это падение народа Божьего, видя то, что происходит вокруг, он пошел на стражу, он пошел на свою башню, и наблюдал, и имел общение с Богом. И что Бог ему ответил? Бог ему дальше говорит. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, «И не обманет, и хотя бы замедлило жди его, ибо непременно сбудется, и не отменится». И вот ответ, который Бог дал. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Это был ответ Божий. Говорит, «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Здесь Бог говорит о двух направлениях, о двух философиях, о двух направлениях человечества. Надменные люди и праведные. Надменные больше в таком переводе говорят надутые, надменные, надутые. И здесь говорится определение об этих надменных людям. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен. И, собираясь в себе, все народы захватывают себе, все племена. Здесь говорится о надменных людях, об этой категории, которые в то время окружали этого пророка. И здесь Бог говорит этому пророку, что праведный своею верою жив будет. Братья и сестры, праведный человек, тот, который праведен, он своею верою жив будет. И когда уже во 2-й, 3-й главе в молитве Аввакум высказывает такие слова надежды, он говорит, 17-й стишок, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградной лозе, и маслина изменила, и нива не дала плода, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду надеяться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Слава Богу! Братья и сестры, этот человек Божий, он увидел действительно, что Бог, он не безмолвствует, что Богу не безразлично обстоятельства, что Богу не безразлично, он видит все, и у него воздаяние для каждого человека. И он говорит, что праведный он будет верою жив. Праведный он будет верою жив. Поэтому да благословит Бог, братья и сестры, сегодня и нас, как я уже читал в начале, об этих двух основаниях, именно о том, что наше основание, оно должно быть на Иисусе Христе, на Его Слове, на Его заповедях, чтобы мы понимали, что мы в нашей жизни должны строить правильные основания. Не все то, что в этой жизни ценится, оно ценно в глазах Божьих. не все то, что в этой жизни приносит удовольствие, приносит пользу. Братья и сестры, мы сегодня должны позаботиться о основании нашем, о том, насколько наше основание твердо, насколько оно в Иисусе Христе, насколько наше основание на твердом камне, на вере. Братья и сестры, это очень важно в это последнее время. Почему? Потому что времена, они меняются, они могут очень быстро поменяться, но очень важно, чтобы наше основание, оно было твердое на Иисусе Христе, чтобы мы не подпали в эту категорию людей, у которых пророк говорит, что Бог говорит, что надменный, душа надменная, она не успокоится, она не будет иметь покоя. Это люди, которые в этом мире хотят чего-то достигнуть. Это те, которые в этом мире хотят иметь славу, счастливие, эгоизм. Это те, которые хотят что-то достигнуть, но Слово Божие говорит, что праведный верою жив будет. Верою. Поэтому да благословит Бог, чтобы нам иметь это твердое основание. И хотел бы еще немножко из этой главы одиннадцатой приложит нам вот это посмотреть на праведника, на самого первого, который указывает Священное Писание. Этот апостол говорит, что верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. ею получил свидетельство, что праведен, как засвидетельствовал Бога дарах его, ею он и по смерти говорит еще. Здесь мы видим это свидетельство об Авеле. Да, мы знаем эту историю, это записано в начале книги, это бытие, 4 глава, да, где говорится об первых людях, когда Адам и Ева, они жили, и вот у них появились первые дети, Каин и Авель, и они жили, они возделывали землю, и вот прошло определенное время, да, они выросли, и пришло им на сердце поблагодарить Бога, то есть принести Богу жертву, воздать Богу славу, прославить Бога, и написано спустя несколько времени, это уже довольно время прошло, они уже взрослые были, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего, и от тука их, и призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел, Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лице твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Мы видим, что оба эти человека, они принесли жертву, один и другой, но была разница. Была разница. И о Авеле Слово Божие свидетельствует даже до сегодняшнего дня. А Каина жертва была не принята. В чем же разница? В чем же разница? Почему Авель назван праведником, а Каин нет? И мы видим, что Каин принес плоды земли. Я не знаю, точно здесь не пишется, какие плоды, но плоды земли, те, которые выросли, те, которые он, может быть, садил, они выросли, земля произрастила, эти плоды, может быть, там виноград был, может быть, помидоры или еще что-то, но плоды земли он принес к Богу жертву. А Авель он принес агнца, он принес от первородного стада своего, и мы знаем, что эта жертва другая, это была кровная жертва. Эта жертва, когда Каин приносил эту жертву, там не было пролития крови, там не было страдания, там не было чего-то, что свидетельствовало о жертве, о том, когда Авель принес жертву, он должен был заколоть агнца, агнец должен быть умереть, кровь должна была быть пролитая, и это был символ жертвы Иисуса Христа, что впоследствии эта жертва произойдет. Когда Авель приносил эту жертву, это было больше как исповедание перед Богом, это было как покаяние, как исповедание, как прошение о милости, это не было его заслуга, это агнец, которого он принес жертву, он как бы стоял перед Богом своей кровью для очищения, и это говорило о том, что он нуждался в Божьем заступничестве, в жертве заступнической, и эта жертва была, этот агнец, и этого не было в жертве Каина, и поэтому Бог благоволил к этой жертве Авеля, и он принял ее, он ее принял, и написано, что Каин сильно огорчился, и впоследствии он убил своего брата, убил Авеля, и так же само евреям мы читаем в 12 главе именно об этой крови, что мы приступили, да, вы приступили не к Горесиону, 22 стишок, не к Гораду Бога Живого, и к Гораду Бога Живого, к Небесному Иерусалиме, к тьмам ангелов, торжествующему собору, церкви первенцов, написанных на небесах, судьи всех Богу, духов праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Мы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Кров, оказывается, она говорит. И о чем же говорила кровь Авеля? О чем она говорила? Бог говорит Каину, что вот кровь брата твоего вопиет ко мне от земли, да? Вопиет ко мне от земли. Вопиет это слово переводится как сильно кричит, сильно кричит ко мне. Кровь брата твоего, она вопиет ко мне от земли. Некоторые говорят, что она вопиет о мщении, но я думаю, что это немножко другое, другой смысл в этом. Кровь Авеля, она больше говорила, вопияла о страдании, об искуплении, об прощении, о заступничестве, о примирении с Богом. Она вопияла, она кричала к Богу о прощении, о помиловании, об заступничестве, о том, чтобы возвратилось вот это общение, нарушенное с Богом. Это кровь Авеля, она говорила о том, что общение человека с Богом разорвано, и оно нуждается в искупительной крови, оно нуждается в восстановлении, оно нуждается в прощении, оно нуждается в искуплении. Это кровь Авеля, она взывала к Богу. И написано, что мы имеем, мы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Это кровь Иисуса Христа, которая говорит о праведности по вере, о заступничестве, об искуплении, о том, что было пролито кровь, было прощение, было примирение в Иисусе Христе, примирение пришло, оно сегодня на земле, каждый человек может принять эту кровь Иисуса Христа, которая говорит лучше, нежели Авелева, кровь, оно говорит о победе, эта кровь говорит о нашем спасении, о том, что жертва была совершена, и сегодня каждый человек, он может прийти к Иисусу Христу, он может прийти к Богу через кровь, кропления, через кровь жертвы Иисуса Христа. Слава нашему Господу, братья и сестры, что мы сегодня имеем эту возможность, и мы сегодня находимся под защитой этой крови. Много в Священном Писании говорится об этой крови, мы когда читаем о выходе народа израильского, о совершении Пасхи, там тоже упоминается об этой жертве, о крови, которая была нанесена на косяки, на перекладины дверей, когда народ израильский выходил из Египта, эта кровь, она их защищала от губителя, она была символом также крови Иисуса Христа, которая была принесена в жертву за каждого из нас. Братья и сестры, поэтому я хотел бы сегодня каждому из нас сказать, давайте мы сегодня проверим наше основание, основание нашей веры, насколько оно твердо, насколько оно стоит на этом камне, на крови Иисуса Христа, говорит, праведный верою жив будет, праведный верою жив будет. Братья и сестры, наша вера в Иисуса Христа, она говорит о нашем отношении с Ним, о том, насколько мы принимаем эту жертву, насколько мы сегодня имеем в нашей жизни это твердое основание, которое Иисус Христос говорит, оно должно быть на камне. Да благословит Бог сегодня каждого из нас. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обращались к Богу, чтобы мы понимали то, что Бог, Он видит все, Он видит всю нашу жизнь, Он знает наши движения, наши мысли, Он знает наше отношение к Нему, к Его Слову, к Его служению, к молитвам, Он знает наши отношения и видит наши приоритеты в жизни, на чем они строятся, и что сегодня в нашей жизни главное. Поэтому, время, оно меняется, и как мы видим, во время Аввакума были одни обстоятельства, прошло время, все поменялось, все поменялось, все поменялось, братья и сестры, но основание, оно очень важно в жизни каждого из нас, твердое основание, чтобы мы строили нашу веру на Иисусе Христе, доблосвит Бог, чтобы нам быть во всем верными Ему и иметь твердую веру в нашей жизни. Пускай Бог прославится, Ему слава. Аминь.